мне 39 лет родился в грузии вырос грузии в столице закончил школу потом было высшее образование после службы в полиции проработал в полиции более 10 лет потом познакомился с девушкой приехал женился остался родился сын принципе особо ничего так сына 4 года в украине я нахожусь его 5 лет готов защищать целостность этой страны независимость этой страны от всяких вот таких украине фактически не не война но это не прямое вторжение это разгул бандитизма больших масштабах я обратился в комиссариат обратился в местную самообороны своего города я не получил должного ответа ниоткуда начал самостоятельно искать пути потом товарищ мне дал номер телефона сказал позвонить мне батальон донбасс я сперва честно сказать не понял ну донбасс вы поняли как-то но когда мне объяснили что это создается новый батальон я без промедления в этот же день набрал мне ответили что меня очень обрадовала когда мне сказали да конечно можете приезжать возьмите с собой военный билет документы все что есть вы не поверите но я был в этот момент очень счастлив там мы все воевали вся грузия воевала воевали все героически и погибали ребята грузия пережила не одну войну и гражданскую и абхазскую и осетинскую мы не считаем что мы проиграли войну мы ее выиграли да потеря территории это всего лишь фактор времени кто признал абхазию кто признал осетию какие-то банановые республики и россия когда тебя не признают мировое сообщество когда тебя вообще не признает обществу ты становишься изгоем ты никто данной ситуации абхазия находится вот таком так сказать такой ситуации что абхазским паспортом можно ездить только в россию продавать мандарины потому что у них не развита никакая инфраструктура я хочу нормально жить нормально работать воспитывать сына ему четыре года я не хочу бегать с автоматом и пулеметом и отстреливать всяких идиотов которые вот за эту дрянь сами не знаю чего хотят не будет этого вот взгляните видите флаг здесь на каждом на каждой палатке украинский флаг а этом самое родное что у меня есть и вот под этим знаменем погибали у меня друзья я видел что здесь творят когда человеку спаривают живот за то что он снял триколор вот такой вот этот мусор вот и повесил свой родной флаг ему за это вспаривают живот его за это пытают и убивают как я должен к нему относиться как объясните мне я солдат я могу убить человека в бою и пройти не оскорбивую труп но когда тебе вынуждают у тебя срабатывает просто когда этот парень вот я бы говорю прямо я не буду скрывать если я увижу своего бойца убитым и оскверненным то есть отреженные уши отрезанная голова что я должен делать скажите мне прощать врага это толерантности довела до того что мы сегодня в такой ситуации если есть враг его надо бить с врагом не церемонятся в бою фактически страшного ничего нет после начинает работать мозг когда все это заканчивается когда ты видишь что с теми с кем ты сидел вот в этой палатке ел пил шутил спал и он 200 и вот это самое ужасное потерять друга хуже этой боли ничего нет в бою бой это такая вещь мозг человека отключается в этом моменте это элементарная работа вот как взять продавца который продает хлеб или швил которая счет счет она работает так и для меня это работа я работаю то есть я вижу цель я отрабатываю ее для меня впереди противник враг да плохо получить пулю но зато ты знаешь за что ты ее получил за эту страну за ее целостность за ее независимость за своего сына за свою жену за свою семью за своих друзей я никогда не боялся этого родом я из западного донбасса павлоград была свое время медработником последние года больше со стройкой связано поэтому наверное отсюда будет и позывной уже перевалила на четвертый десяток я мать первую очередь двоих детей это одна из тех причин которые мне привели именно сюда когда пошли первые информации ребята вылаживали на фейсбук свои комментарии свои какие-то первые репортажи это было интересно это было даже в чем-то больно я не побоюсь этого слова когда они там захватывали понимал что там нет медиков абсолютно что мужчины предоставлены сами себе и что-то внутри наверное сказал то что стоит и самой найти путь тому что попасть сюда в первую очередь как медработник впервые может быть моей жизни когда была маленькая читая военные рассказы повести этих героев люди оправили великую отечественную войну переживалась по-своему а вот здесь впервые наверное почувствовала любовь к родине патриотизм и боль за страну вот это вот все сколыхнуло в середине что-то то что я решила добиваться того что в конце концов нас приняли в ряды батальона донбасса и незадолго до событий до карловки позвонили люди о том что пригласили двух девушек приезжайте туда договорочно в течение 12 часов мы собрали чемодан из подругой приехали батальон донбасс у меня дочка но это уже старшая школа на очень мнительная это замечательный человечек который безоговорочно мне предан это человечек который мне звонит несколько раз на день она прекрасно знает где я нахожусь а наверное мне очень сильно повезло в отличие от ноги которые находятся в донбассе мои моя семья искренне поддерживает украину искренне переживают за нее переживать за события на донбассе сожалению наш городок находится на границе с донецкой областью и там люди не побоюсь этого не только моя семья все соседи друзья переживают чтобы не прошло дальнейшее развитие событий поэтому дочка очень понимает все прекрасно что у нас там был захвачен крым что сейчас на донбассе на луганске происходят такие события на снадея нахожусь а безумно плачет скучает безумно и ждет но сынишка у меня маленький еще тем не менее он знает что есть страна украина что у нас новый президент что мама сейчас находится в батальоне донбасс что это все делается лет для всего для всеобщего развития скажем что ли для всеобщей страны физически тяжело но инструкторам низкий поклон они умеют морально настолько поддержать на морально насколько подготовить и перед и после тренировки что спустя какой-то период отдыха там два-три часа уже настроен на следующую тренировку пытаешься есть рвение хочется самой себе в чем-то доказать что ты сможешь что-то преодолеешь потому что ведь все не может получиться с первого раза и поэтому конечно же только инструктора в этом огромная роль то что они нас так готовят и поддерживают если не поддерживают наше желание первую очередь тоже хитрый коварный подлый это если брать по типажу к людям это кто ударит спину не будет идти напрямую не будет смотреть в глаза это ожидать подлости диверсии терроризма это никак не военные какие-то действия так можно его оценить кратко панике абсолютно нет страха нет когда мы приехали просто был пример где я себя проверила в реальности когда мы приехали в донбасс он еще находился там ребята бои под карловкой и остались к сожалению раненые были неизвестно пропавшие был момент когда принималось решение вот совокупности всей группы был семён были еще ребята без какой-то задержки мысли взяли ключи от машины и водитель мы завели поехали когда уже вернулись обратно это был не страх а какое-то понимание неизбежности что мы могли там остаться в принципе на тот момент абсолютно будоражило то что там люди наши люди и страх за ней ну по отношению себе такое ничего не было верь верь то что победа будет за нами что мы останемся все вместе верить главное верить вера это много это принципе на составляющие желание победить желание отстоять нашу целостность желание доказать всему миру что украинцы это не просто то что мы опустили руки вот там крым отошел вот нас можно тут пинать ногами посылать сюда непонятных людей из си из других каких там стран что мы тоже можем что верим сами себя верим то что преодолеем какой-то свой может быть чем-то и страх и рассеянности неверие и отчаяние мы преодолеем это все мы встанем с колен